Обычно, когда кто-то начинает заниматься видео, он или недооценивает, или вообще не обращает внимания на самый главный инструмент, который влияет на все качество видео. Это освещение. Оно играет ключевую роль в том, как будет выглядеть кадр. С помощью разных моделей освещения можно передать разную атмосферу и вообще сделать видео более киношным. В этом видео мы посмотрим на то, какой есть свет, где его лучше размещать и вообще как с ним работать, а также разберем, как настроить камеру, чтобы получить правильную экспозицию. Первое, что нам нужно, это основной источник света, то есть тот свет, который будет освещать наш объект. В зависимости от того, какой это будет свет и где он будет находиться, мы получим абсолютно разные кадры. Самая распространенная и популярная модель света, это когда свет стоит под углом 45 градусов от человека и немного выше него. Таким образом, чтобы на теневой стороне лица у нас образовался вот такой треугольник света. Такой тип освещения называют еще Rembrandt Light в честь художника Рембрандта, который рисовал свои картины в таком стиле. Такое освещение часто используют в кино, так как оно круто смотрится. Есть свето-теневой контраст, который добавляет кадру глубину, и в то же время такое освещение не делает кадр слишком драматичным. Если поставить свет под углом 90 градусов, тогда картинка будет слишком контрастной, она будет очень драматичная. И такое освещение также используют в кино, но это больше подходит для каких-то триллеров или ужасов. Если поставить свет прямо перед объектом по центру, тогда у нас пропадет контраст, у нас не будет глубины и картинка будет выглядеть слишком плоской. Если сравнить такой кадр с кадром, когда свет стоит под 45 градусов, то второй вариант выглядит намного интереснее. Еще один момент. При выборе локации старайся оставлять место между человеком и задним фоном. Это добавит глубину кадру. Потому что если сесть прямо возле стенки, то во-первых, у нас пропадет глубина резкости, а во-вторых, из-за того, что основной источник света будет очень близко, он зальет задний фон, и у тебя не будет каких-то дополнительных опций, чтобы обыграть задний фон. Поэтому если есть такая возможность, старайся оставлять пространство между человеком и задним фоном. Дальше, когда определились, где будет стоять свет, нужно понять, какой это будет свет. Есть мягкий и жесткий свет. Жесткий свет – это когда источник света имеет маленькую площадь. Например, если поставить обычный постоянный свет с насадкой, то это будет жесткий свет. Так как площадь света у нас маленькая, он делает тени очень четкими, и у нас нет перехода от светлых участков к темным. Если освещать таким светом человека, у нас будет очень контрастное изображение с резкими тенями, и могут появиться пересветы, и в целом кожа будет выглядеть слишком структурной. Если сравнить его с мягким светом, то во втором случае у нас будет более мягкая картинка, все выглядит сглаженным, и структура кожи выглядит более гладкой. Чтобы сделать свет мягким, можно использовать софтбокс, октобокс или обычный рассеиватель. Его нужно поставить между человеком и светом, так у нас площадь освещения увеличивается, и свет будет более мягким. Два критерия влияют на то, насколько мягким будет свет. Первое, это размер софтбокса, и второе, это как далеко он находится от объекта, который он освещает. Поэтому его лучше всего ставить как можно ближе к человеку, так ты получишь максимально мягкую и приятную картинку, и тебе хватит даже небольшого софтбокса или рассеивателя. Если же свет будет стоять дальше, то тебе уже нужен софтбокс большего размера, чтобы получить мягкий свет. Плюс нужно еще понимать, что чем больше размер софтбокса, тем больше будет потеря яркости. Если сравнить, например, софтбокс в 60 сантиметров и в 140, то во втором случае у нас будет более мягкий свет, но и яркость его будет намного меньше. В принципе, даже одного такого источника света хватит, чтобы сделать твою картинку более контрастной и интересной. Но ее можно сделать еще лучше. Для этого можно сделать еще несколько вещей. Если теневая сторона у нас слишком темная, можно добавить туда немного света. Самый простой вариант это поставить отражатель, и так как с этой стороны у нас есть свет, он будет отражаться и немного заполнит наши тени. Чем ближе он будет к человеку, тем больше он зальет теневую сторону. Поэтому можно поэкспериментировать, поставить его дальше ближе и посмотреть какой вариант будет классно смотреться. Дальше, чтобы больше отделить наш объект от заднего фона, нам нужен контровой свет. Его мы ставим в противоположной стороне от основного источника, таким образом, чтобы на теневой стороне у нас получился вот такой вот контур. Если хочешь разнообразить свой кадр, можно использовать цветной свет. Тут уже все зависит от твоего вкуса. И последнее, это подсветка фона. Опять же, в зависимости от того, где ты будешь снимать, если фон у тебя слишком темным, его можно как-то подсветить. Так у человека будет больше понимания, где ты находишься, и в целом картинка будет выглядеть интереснее. Здесь не обязательно использовать какой-то специальный видеосвет. Это может быть даже обычная какая-то подставка с подсветкой, и даже такая маленькая деталь сможет заполнить пустоту и сделать кадр более интересным. Если есть какой-то специальный свет, можно поэкспериментировать с разными цветами, с разными моделями света. Главное, не перестараться, чтобы наш объект съемки не потерялся в кадре. Итак, мы выставили свет, поставили камеру, теперь нужно все это настроить. Так как самое главное при такой съемке – это человек, наша задача, чтобы у нас были правильные оттенки и яркость кожи. Чтобы все правильно выставить, нам помогут некоторые настройки, которые есть в камере. Первое, что нужно настроить – это основные параметры. Я снимаю в 24 кадра, выдержку я ставлю 1,5, диафрагма 2,8, и так как я снимаю в S-Log2, минимальное ISO у меня 500. И только после этого настраиваем яркость основного света. Так как главное, что нам нужно правильно проэкспонировать – это кожа, мы будем ориентироваться на нее. И в этом нам поможет настройка зебры. В прошлых видео я рассказывал, как работает зебра, и что с помощью нее можно контролировать, чтобы в кадре не было пересветов. Но ее можно также использовать, чтобы она показывала конкретную яркость в кадре. Яркость кожи не будет всегда одинаковой, она зависит от многих факторов. Человек может быть смуглый, или наоборот у него светлая кожа. Но в среднем этот показатель должен быть в пределах 40-70. Итак, заходим в настройки, выбираем настройки зебры. Кастомный профиль. И выбираем стандарт ренч. И здесь выбираем, на каком уровне яркости будет отображаться зебра. Я выбираю 60, и дальше мы выбираем диапазон. Например, если у нас стоит 60, и мы поставим диапазон плюс-минус 5, то зебра у нас будет отображаться в пределах 57-62. Теперь начинаем добавлять яркость основного источника света до того момента, когда у нас на коже появится зебра. Если мощности света не хватает, ты уже поставил его максимально близко, и все равно не хватает яркости, тогда можно поднять ISO. Фишка в том, чтобы поднимать ISO в последнюю очередь, когда у тебя уже нет других вариантов. Теперь, когда ты знаешь, что кадр проэкспонирован правильно, нужно настроить баланс белого. Баланс белого измеряется в кельвинах. Чем выше это число, тем теплее будет картинка. И наоборот, чем ниже будет число в кельвинах, тем холоднее будет картинка. Почти все источники постоянного света, если у них не настраивается температура, имеют стандартный дневной свет в диапазоне 5600 кельвинов. Поэтому выставляем на камере 5600 кельвинов. Если у тебя какой-то другой свет, и ты не знаешь, какая у него температура, можно выставить баланс белого по серой карте, или взять что-то белое, что есть под рукой. Например, это может быть лист бумаги. Ставим его так, чтобы он был хорошо освещен, но не пересвечен. И заходим в настройки баланса белого. Опускаемся ниже, и здесь у нас есть такой кастомный профиль. Выбираем его, помещаем лист бумаги в этот квадратик, и нажимаем на кнопку. И камера сама выставляет баланс белого, ориентируясь на то, что перед ней находится белый цвет. И дальше уже можем настраивать остальной свет на свой вкус. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы что-то для себя подчеркнули и что-то узнали. Спасибо вам за просмотр, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok